Приветствую вас. Ситуация заключается в том, что, как бы, поведение вашей бабушки, ну, для меня понятно. Бабочка шаг старый, побитый с жизнью, жестокий, да, я бы, как сказал, не столько жестокий, сколько очерствевший, наверное. И, понятное дело, что его, этого человека, как он является вашей бабочкой, не пределом. Это объективно, объективно, не предел. Вот. Но, непонятно, почему вы, значит, сами, тем не менее, все равно, как бы, к ней. То есть вы все равно к ней приехали, несмотря на то, что она оскорбляла вас, вашу маму и так далее. Вот. То есть, не очень понятна ваша линия поведения. Она вообще, вот, какая эта линия поведения? Вы вообще сами, вот, как считаете, бабочка, она молит вам что-то хорошее принести или нет? Вы со своим молодым человеком переезжаете к ней, благодаря за то, что она негативно относится к вам. И, плюс ко всему, вы беременны. Чем вы руководствуете? Какие у вас были мотивы для этого? Значит, это первое. Так вот, второе. Почему вы так боитесь, что она изменится вещами? Ну, если вам что-то от человека, который как-то так к вам относится, ну, мягко говоря, не очень. Вот. То есть, тут тоже нужно как-то так следует подумать. Вот. Ну, и уже исходя из этого, надо, значит, строить свою линию поведения. Я думаю, что так, потому что понятно, что у вашей баночки наблюдаются определенные качественные изменения, возрастные изменения, которые с ней происходят и естественные для ее возраста. И, соответственно, исходя из этого, вам нужно и выбирать. Объективно. Объективно, конечно же, ребенок важнее, чем завещание и чем нахождение с бабочкой в одной квартире и даже жизни молодых человеком и так далее. То есть, бабочка может прямо испортить вам очень сильно и вашу жизнь, и, собственно говоря, на вашего ребенка может повлиять энергетика, которую она распространяет. Вот. Вот. Но этот вопрос решать нужно вам. Как ли важно то, ради чего вы остаетесь у нее жить? И также важно выяснить, почему вы приехали с молодым человеком к ней. То есть, вы с молодым человеком приехали к ней. И как молодой человек терпит, например, то, что... То, как вы живете. Это вот тоже важные моменты, важные моменты, о которых вам необходимо подумать и постараться самостоятельно в этом разобраться. После чего, я думаю, вам будет понятно, что же вы хотите. Как если и не хотите, чтобы она изменила завещание, это одно поведение. Тут надо во всем ее слушать, но, во-первых, захочет ли этого молодой человек. Если вы забудете со своим ребенком о молодом человеке, то, соответственно, нужно думать о вашем комфорте, а не о комфорте бабочке. Потому что бабочка, она, еще раз повторюсь, она не изменится, она останется такой, какая она есть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok